Местные производители бережно выращивают и тщательно отбирают ягоды для продажи, чтобы обеспечить им свежесть и сохранность. Во время сезона на рынке выбор черники огромный. Можно рассмотреть, попробовать на вкус и прицениться. Выбирая ягоды, важно обращать внимание на характерный, похожий на восковой налет, а также упругость ягод и их насыщенный черничный цвет. В настоящее время голубика, например, по 11 рублей, а сезон лычи начался от 3 до 5. Выращиваем и собираем сами. Участвуют все родители, брат, семья моя, сын, дочка, муж. Сами, получается, производим, собираем, выращиваем всю ягоду. Овощи, картофель, морковь, сёклу, лук. Всё, что возможно, всё выращиваем на своём участке. На производство сейчас овощей и ягод очень большие затраты идут. В настоящее время жара очень сильная, поэтому постоянно полив включен, полив, электроэнергия обратно же. Также надо подкормки в любом случае весенние для того, чтобы что-то вырастить. Затраты большие в настоящее время. В то же время и привезти, это тоже надо, ну то есть машину заправить, сюда доставить продукцию. Сегодня очень хороший урожай, в этом году черники отличные вообще, не то что хорошие, а отличный урожай. Можно выбрать покрупнее, есть мелкое очень много, но можно походить и выбрать покрупнее. Поэтому, видите, вот такая, я думаю, что моя черника должна нравиться, покупать, она у меня вся сутенькая. Видите, вот, вся по баночкам, поэтому не может не нравиться. Я мятой никогда не продаю, только хорошую. День в лесу, день здесь, но иногда делаем перерыв, потому что тяжеловато. Мы с мужем вдвоём обычно ездим, он мне привозит её, потому что мне тяжело её нести. Несмотря на нелёгкие этапы выращивания, транспортировки и продажи, продавцы центрального рынка всё же стараются порадовать нас свежими ягодами, наполненными витаминами и полезными веществами. Важно отметить, что перед выставлением на прилавок вся продукция, в том числе и черника, проходит внимательную проверку в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На рынке сейчас самый разгар и сезон ягод различных. Появилось уже, уже много продаётся черники. Это дикорастущая ягода, которую обязательно нужно проверять на радиацию. Также мы смотрим на органолептику. Это обращаем внимание на внешний вид, на спелость, чтобы зрелые были ягоды, не мятые. Бывает, иногда мы бракуем по органолептике, потому что ягоды все скоропортящиеся, а на улице очень жарко, и поэтому быстро всё портится. Обязательно на радиацию нужно проверять из дикорастущих ягод. То есть каждый раз, когда продавец приходит на рынок, он должен обязательно проверить на радиацию. Физические лица приводят свою ягоду на рынок. Они приходят или сами к нам, или если они не пришли, то мы выходим на рынок и у них отбираем непосредственно на месте. Мы отбираем, по нормативным документам необходимо отбирать килограмм ягод. Мы отбираем это в сосуд и загружаем его в радиометр. И уже радиометр нам показывает, сколько набрало бикерель на килограмм. Норма для дикорастущих ягод, для черники, норма 185 бикерель на килограмм. Пока в этом году мы ещё не забраковали, только по органолептике. Для садовых ягод идёт 70. Очень много ягод на рынке сейчас, разнообразие разных ягод на рынке. Это и крыжовник, и клубника, и смородина, и красная, и чёрная, и голубика, и ежевика уже появляется. Очень много ягод. Мы обязательно проверяем на радиацию садовую ягоду раз в месяц, дикорастущую каждый раз. Немногие знают, что при своём обилии витаминов, черника обладает целебными свойствами. Она способствует выводу солей, снижает риск развития онкологических заболеваний и даже помогает сохранить молодость. Также учёными доказано, что черника особенно благотворно влияет на остроту ночного зрения. Я её каждое утро натощак использую 50 грамм до еды, ну для настройки желудка, помогаю. Черника нравится, но она и полезная, потому еду собираю, для зрения полезная. Черники в этом году много, она не очень крупная, ну может быть где-то и крупная. В том лесу, где я собираю, она такая, не очень крупная, но очень много. Анастасия Пашкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.